Зал был полон. Сегодня здесь собрались представители каждой сочинской школы и практически каждого детского сада. День учителя для них главный праздник в году, который работники образования отмечают наравне с Новым годом или 8 марта. 157 из них в канун профессионального праздника удостоились правительственных и краевых наград, премии главы города, благодарственных писем городского собрания Сочи. Сергей Черединов один из них. В городе педагог известен как инноватор, впервые внедривший в общеобразовательную школу робототехнику. Моя-то задача не сделать из них программистов или робототехников. Моя задача в первую очередь развить на их научно-техническое творчество, для того, чтобы независимо от их направления пойдут ли они в технический вуз, или в гуманитарный, или в экономический, чтобы у них было развито техническое мышление, обзорное мышление, логика. Сочинских учителей глава курорта называет первыми помощниками. И во время проведения Олимпиады они первыми встречали гостей города в роли волонтеров. И благодаря их улыбкам, отмечает Анатолий Пахомов, Сочи прославился как гостеприимный город. Сегодня перед педагогами снова ставят новые задачи. Именно они должны стать главными проводниками новой для Сочи гуманитарной программы «Я люблю Сочи». Через учителей мы хотим сделать так, чтобы каждый молодой человек до 18 лет обязательно занимался дополнительно спортивной школе, музыкальной школе или школе искусств. Это через них мы хотим сделать так, чтобы все наши жители улыбались. Многие проекты, которые сегодня в городе задумываются, они, конечно, гуманитарные проекты. И мы, конечно, считаем главными своими помощниками наших учителей. И поэтому мне хочется только сказать еще раз в этот праздничный или даже предпраздничный день им большое честное спасибо за их труд, за их душу. Что же касается условий труда, то они у сочинских учителей на высшем уровне. В каждой сочинской школе есть возможность использования инновационных форм обучения и материально-технической базы. Подготовлены школы, новые, отремонтированные, детские дошкольные учреждения ДАПА, плану социально-экономического развития города. В 2016 году у нас не должно быть очереди на детские дошкольные учреждения. Сегодня в городе работает 5000 педагогов. Заработная плата сочинских учителей, как и в целом, по краю выше, чем в большинстве регионов страны. Отметил глава города, что и жилищный вопрос на контроле. Ежегодно в числе новоселов в муниципальном жилье сочинские педагоги.